Добрый день! Никогда не думала, что буду записывать такое обращение, но считаю его важным и нужным. Сегодня, к сожалению, я стала жертвой мошенников, телефонных мошенников. Можете сколько угодно говорить, что я грамотный, я психологически подготовленный, я знаю все. На самом деле, действуют они очень тонко. И да, действительно, я считала себя внимательной к таким вещам человеком. Но случилось то, что случилось. Рассказываю с утра, достаточно хорошее настроение, занимаюсь текущими делами, звонок. Специалист, представившийся по фамилии и имя, отчеству, представляется представителем портала госуслуг. И говорит, что на мой личный кабинет под атакой мошенников сейчас пытаются поменять номер телефона, которым он привязан. И чтобы эти действия прекратить, чтобы они не совершились, нужно сообщить номер, который сейчас поступит ко мне из СМС. Я, конечно же, сразу же не бросилась голопом этого делать. Но специалист продолжил стираться ко мне в доверие. Каким образом он это осуществлял? Прошу обратить на это внимание. Значит, первое. Он сказал, что задавайте любые интересующие ваши вопросы. Конечно же, первый мой вопрос был, а как мне убедиться в том, что вы не являетесь мошенником? После этого человек сообщил мои паспортные данные, мой СНИЛС, мой ИНН, совершенные мною последние действия на портале госуслуг. То есть те данные, которые не являются общедоступными, те данные, которые невозможно найти где-то в соцсетях. Это не номер телефона, это не место рождения, это не родственники, которые мы все указываем практически везде на всех страницах. То есть поэтому я посчитала, что это представитель. Второй момент. Ну, конечно, я тоже опять же не сразу поверила. Второй момент. СМС-ка пришла с того же номера, с которого мне в декабре буквально восстанавливали доступ к моим госуслугам, к моему личному кабинету. То есть в декабре я каким-то образом его опять же потеряла. То есть я просто забыла, да, там. А у меня срочно понадобился наш доблестный любимый QR-код. Я решила его восстановить, задала новый пароль. Мне приходила СМС-ка с именно номера, с этого же номера телефона. Обращаю ваше внимание. То есть, ну, соответственно, все, вы поняли, да, что случилось, то, что случилось. Я сообщила номер из СМС, они получили доступ к моему личной странице, им стала известна вся моя личная информация, сообщенная там. Наверное, вот после этого окончательно включились в мозги, что же я наделала, я дура, я это понимаю. Что делать дальше? А вот что делать дальше? Значит, техподдержки, госуслуг я не нашла. Там есть какой-то робот, Макс, который вообще ничем помочь не может, кроме как отвечает односложно на поставленные вопросы. Значит, я позвонила в банк, где у меня все карты, все их заблокировала сразу же. Потом я написала электронное обращение в МВД с описанием того, что случилось. Его отправила, то есть его зарегистрировали. В банке, в котором у меня все карты, я сообщила также о мошеннических действиях. Мой адрес через портал госуслуг попросила обратить внимание на возможные действия, которые возможно совершить с привязкой к моей странице. После этого я поехала в МФЦ. И вот там-то я узнала, что сейчас, на данный момент, восстановить доступ к моему личному кабинету, даже находясь непосредственно в МФЦ, я не могу. Потому что система заблокирована. Они сегодня ничего не могут там делать. То есть, начиная с 8 утра, мне специалист сказал, что система находится в нерабочем состоянии. Поэтому я считаю, что взломана сама система. То есть, это не личные кабинеты взламываются, это взломан сам портал госуслуг. Поэтому я так думаю, что звонки будут повсеместно по всей России. Наверное, даже, может, в новостях на сегодня об этом услышу. Может, нет, если это решат скрыть. Но суть-то не в том. Суть, пожалуйста. Мои знакомые, друзья вообще, кто это слушает. Если к вам поступают звонки с номеров 499, лучше вообще не брать. Если взяли, то не надо их слушать. Ну вот сразу же, не надо их слушать. Это однозначно мошенники. Это однозначно не надо верить. И какие бы вы не были грамотные, как бы вы не были психологически подготовлены, вы попадетесь на эту удочку. Помогу. Продолжение следует...